В третьей ступени началась космическая часть рабочей поездки вице-премьера Дмитрия Рогозина и главы Роскосмоса Владимира Поповкина. Двигатель успешно прожгли на полную мощность. Затем уже так называемые «холодные» экземпляры продемонстрировал гендиректор КБ «Химавтоматики» Владимир Радчук в музее и сборочном цехе. И все же главное не «железо», а «люди КБ». Крайне важно в такого рода высокотехнологичных отраслях именно иметь специалистов, которые работают на долгую перспективу, потому что уходит человек, уходит целая школа. Это КБ – одно из немногих в космической отрасли, где удалось сгладить кадровую проблему. Молодежь подтягивается, как здесь говорят, за великими стариками. Пример – начальник сборочного цеха Виталий Симон. Виталий, вот начальник цеха, 6 лет работает. А что заканчивали? Воронежский политик. Здесь же, в Воронеже, главой Роскосмоса обозначена и стратегия развития космонавтики до 2030 года. Один из главных вопросов – финансирование. Если говорить реально, то в рамках ВКП надо порядка 150-200 миллиардов рублей ежегодно. Будут созданы центры по сертификации испытаний. Сегодня ракетный двигатель производит, испытывает, а главное – сертифицирует сам изготовитель. Но вскоре испытание и оценка качества будет в руках независимых экспертов. Дорогу в большой космос осилит только идущий. И этот тернистый путь никогда не был простым. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...